Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я продолжаю тему подарочных бутылок. Вижу по комментариям, что вам очень нравятся кружевные бутылочки. Поэтому хочу сегодня сделать что-нибудь подобное. Сегодня работа, которую я хочу вам показать, будет выглядеть вот так. Это подарочная бутылка в кружевной технике плюс декупаж. Кому интересно, обязательно оставайтесь со мной до конца видео. Для этого мне понадобится декупажный элемент, клей ПВА, кисть. Саму бутылку буду красить акриловой краской по стеклу и керамике. Но если в дальнейшем вы ее не планируете мыть, то можно взять обычную краску акриловую. Такие продаются в строительных магазинах. Также понадобится контур по стеклу и керамике, либо универсальный. Это продается тоже в художественных магазинах. И акриловый лак на водной основе абсолютно любой фирмы. Для окончательного покрытия готовой работы. А также беру вот такую акриловую краску в маленьких объемах. Для того, чтобы тонировать белую краску и получать нужные мне оттенки. Если акриловой краски дома нет, для подмешивания в белую краску можно взять школьную гуашь. Ну что, начинаем! Первым делом перед работой мы моем, снимаем все этикетки с нашей бутылки. У меня они не снимаются, потому что они пробиты на стекле. Поэтому я буду просто закрашивать. Но бутылку моем, обезжириваем, высушиваем. И только тогда приступаем к работе. Не забываем этот момент. Дальше мы грунтуем бутылку в белый цвет. После того, как первый слой краски высох, мы берем наш декупажный элемент и по контуру вот так отрываем. Покрываем клеем ПВА. и клеим наш рисунок. Дальше мы берем пакет, прикладываем и через пакет очень тщательно выгоняем все пузыри. Вот так получается. И теперь верхний слой мы опять покрываем клеем ПВА. Дальше мы колируем белый цвет в серый и красим нашу бутылку. Красим с двух сторон и оставляем до полного высыхания. И ни в коем случае не беремся за рисунок, если бутылка еще не высохла. Я вот уже допустила такую ошибку, схватила ее раньше времени и вот здесь немножко подпортила. Так что хочу обратить ваше внимание на это обязательно. Пока рисунок, пока, вернее, краска полностью не высохла, не браться за рисунок. После того, как наша основная краска, фон, высохла, я буду делать фоновую подрисовку. Для этого беру светло-серый цвет, вот такой, который у нас присутствует в основном рисунке, и по контуру очень аккуратно буду растушевывать. Для чего я это делаю? Чтобы не было такой резкой границы, что декупаж у нас оторван, оборван, скажем так правильно, нужно сделать немножко растушевку. Так, вот результат тонирования фона. Рисунок почти слился. После этого я беру акриловый лак и покрываю всю бутылку и оставляю до полного высыхания. Слой лака высох. И теперь я буду делать контурную подрисовку. Для чего я покрыла слоем лака бутылку? Для того, чтобы, когда сейчас я буду делать контур наших цветочков, листиков, если вдруг будет какая-то ошибка, по лаковой поверхности ее очень легко стереть. Когда лака нет, можно задеть краску, сделать пятно. Поэтому сначала покрываем лаком, а потом делаем подрисовку. Для этого я в палитре смешала разные оттенки, которые присутствуют у меня в рисунке. Три оттенка зеленого, розовый и беж. Теперь буду делать мелкую подрисовку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для этого рвем бумагу и берем клей ПВА, белый клей. Очень хорошо бумагу смазываем клеем, прямо чтобы она была мокрая. Образуем складки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь беру цвет серебро и просто вот так пальцем натираю нашу крышку. Это придаст такой блеск красивый, парчевый. И будет полная имитация кожи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, наша роспись закончена. Теперь я беру жидкий жемчуг и добавляю сюда бусинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такая кружевная бутылочка получилась. Работа, конечно, трудоемкая. Достаточно длительная по времени. Но я думаю, все вы прекрасно видите, что результат того стоит. Роспись я сделала асимметричную. Я очень люблю вещи с изюминкой, поэтому, когда все ровно, стандартно, мне не нравится. Поэтому с этой стороны я зарисовала лишь слегка. А эту сторону полностью. Так как передняя часть бутылки у нас достаточно интенсивная, здесь есть и декупаж, и роспись, то заднюю поверхность я расписала лишь слегка. Вот такой колпачок. Очень нравится мне декор бумагой. Достойно смотрится. И жидкий жемчуг, он практически уже застыл. Он тоже придает такую нарядность работе, потому что он действительно похож на жемчужинки. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы мы с вами не терялись. Также хочу напомнить, что видео выходит вторник и пятницу. Ну а я вам скажу. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok